Всем привет! В этом видео мы поговорим о файловой системе APFS, разберем ее структуру и какие изменения она получила в сравнении с предыдущей HFS+. Рассмотрим восстановление данных на диске с файловой системой APFS, особенности их проблем восстановления, а также проведем сравнительный анализ программ для восстановления данных с APFS разделом. Все современные устройства с iOS и macOS работают на новой файловой системе Apple File System или сокращенно APFS. Разработчики, вместо того, чтобы преобразовать устаревшую HFS+, которая обросла множеством костылей и существенно ограничивала возможности использования памяти, создали новую файловую систему APFS. Эта система, как говорится, с запасом, идеально подходит для устройств текущего поколения и вполне может быть модернизирована в дальнейшем. Как нам известно, эта система была специально оптимизирована под флеш-накопители и SSD-диски. Главное нововведение этой системы – это улучшенные алгоритмы шифрования, оптимизация использования памяти, защита от сбоев, функции клонирования файловой папок и умное использование пространства. На практике это обеспечивает более стабильную работу операционной системы, увеличивает скорость чтения и записи данных и еще больше защитит пользовательскую информацию. Но что же делать, если защита от сбоев не сработала и были утеряны данные? В этом видео мы детально разберем процесс восстановления информации на диске с файловой системой APFS. Сделаем это мы с помощью программы Hetman Partition Recovery в операционной системе Windows. Также будет представлен сравнительный анализ различных программ для восстановления данных на диске с APFS. А пока давайте разберем, что это за система, почему она заменила HFS+, и рассмотрим главные отличия этих систем. Система HFS Plus начала применяться еще в начале 2000-х и сильно устарела, потому как это было лишь усовершенствованная версия HFS. Она делала простые операции слишком длительными, неэффективно использовала значительную часть памяти устройств, и чтобы решить эти другие проблемы, создатели начали работу над новой системой APFS. В результате им удалось добиться существенных изменений по сравнению с прежней системой. Благодаря новой функции клонирования, мгновенного копирования файлов или директории, при котором не требуется дополнительное место для хранения данных. И функции разряжения, это сжатие данных, при котором экономится дисковое пространство и увеличивается скорость записи. Разработчики добились увеличения скорости работы систем, что позволило быстро открывать приложение и ускорять время реагирования системы на запросы пользователя. А за счет использования снэпшотов, это слепки системы, которые открыты только для чтения, ускорилось резервное копирование. Теперь операционная система может использовать снэпшоты для более эффективной процедуры резервного копирования, что позволяет тайм-машин работать быстрее. В отличие от 32-битной HFS+, в APFS используется 64-битная структура. Простыми словами, APFS сможет хранить намного больше файлов, в отличие от ее предшественницы. Это более 9 квинтиллионов файлов на каждом томе, что излишком хватит на ближайших десяток лет. Помимо более быстрой и стабильной работы операционной системы, пользователи получат доступ к надежным инструментам шифрования данных на диске. Любые файлы могут быть защищены одним или несколькими ключами. Используя функцию Space Sharing, все тома диска смогут делиться свободным пространством. Теперь, если в одном условном разделе не хватает места для установки файла, автоматически будет использоваться пространство другого. По словам разработчиков, это даст возможность операционкам меньше крешиться, она быстро копирует файлы и оптимизирует пространство. Еще одним преимуществом является быстрое копирование с экономией пространства на диске. Теперь, если создаются клоны, они занимают не двойное место в памяти, а лишь одно. Если в клоне появляются изменения, на дикс записываются лишь они, а основа файла берется из первоначальной версии. Этот простой алгоритм позволяет существенно экономить память. А улучшенная работа с переносными накопителями позволяет передавать и считывать информацию гораздо быстрее, что сокращает ошибки при записи данных. В APFS значительно увеличена точность меток времени . Эта система поддерживает установку меток времени с точностью до наносекунды. Для сравнения в ваших APFS метки времени выставляли с точностью до секунды. Еще в этой файловой системе реализировали схему Copy on Write, которая гарантирует, что все изменения записи в журнал будут постоянно синхронизированы. И если операционная система непредвиденно упадет или просто компьютер отключится от питания, то ничем страшным для данных на дисковом пространстве это не обернется. Это касается как десктопной macOS, так и мобильной iOS. Благодаря APFS iPhone больше не будут превращаться в кирпич после неудачных обновлений. APFS основана на новой концепции архитектуры формата диска. Одной из многих функций, входящей в эту файловую систему, является возможность динамического изменения размера тома за счет другого. Файловая система устроена таким образом. Есть диск, на котором система создает контейнер. Этот контейнер содержит один или несколько разделов томов. Каждый из этих разделов имеет свою структуру, где хранится информация, ссылки расположения файлов, папок и корневой каталог с данными, файлы и папки. Структура этой файловой системы имеет вид B-дерево, где корневой каталог с данными – это листья этого дерева. Все ветви хранят лишь ссылки на следующий узел, пока не дойдут до листьев. В сравнении с предыдущей файловой системой HFS+, если разбить диск на один или несколько томов, каждый том будет иметь заданный размер, определенный во время создания. При определенных условиях объем может быть изменен без потери информации, но эти условия часто не распространяются на объем, который необходимо увеличить. А PFS устраняет большинство этих старых ограничений размера, позволяет томам приобретать любое неиспользуемое пространство, доступное на диске. Общее неиспользуемое пространство может быть назначено на любой из томов, где это необходимо. Есть лишь одно исключение – тома должны находиться в одном контейнере. Контейнер – это основной объект для хранения данных в HFS. Контейнеры обычно полностью совпадают с записями GPT, у них собственная схема защиты от сбоев и распределения дискового пространства. Каждый контейнер содержит один или несколько томов, в каждом из которых есть собственный набор файлов и директорий. Контейнеры могут создаваться только на дисках формата APFS. И только Mac-компьютера под управлением операционной системой Hi Sierra и более новыми способны читать и писать на такие диски. Для компьютеров под управлением Windows нужен специальный софт для доступа к файловой системе APFS. Наша программа позволяет восстанавливать данные с файловой системы APFS без дополнительного софта. Она находит такие разделы и добавляет их в менеджер дисков. Для восстановления данных вам нужно будет подключить диск к компьютеру с установленной операционной системой Windows. Файловая система APFS устроена таким образом, что хранит данные в корневом каталоге. Здесь находятся все нужные нам директории и файлы. Быстрый анализ находит загрузочный сектор диска, который содержит ссылку на таблицу разделов в формате GoID или MBR. И в таблице разделов мы получаем смещение, по которому находится суперблок файловой системы APFS. При запуске быстрого анализа наша программа в первую очередь сканирует контейнер суперблока, затем ищет карту контейнеров, по карте программа определяет где находятся сами диски этого контейнера, анализирует каждый диск, ищет карту диска и по карте диска находит корневой каталог каждого из дисков, где хранится нужная нам информация, папки и файлы с данными. При быстром анализе программа читает только маленькую часть диска и ищет только те блоки на диске, о которых я говорил ранее. В результате чего мы быстро получаем результаты. При полном анализе утилита анализирует весь диск от начала до конца, каждый его сектор. Смысл такого анализа заключается в следующем. Нужная нам информация лежит в корневом каталоге, в структуре, которая содержит имена папок и файлов, ссылки на их содержимое и т.д. В быстром анализе программа сканирует блоки, чтобы добраться до этого последнего корневого каталога. Но при этом по пути к корневому каталогу тоже встречается полезная информация, к примеру, размер самого блока. Вот он, размер блока 4 кб. При быстром анализе программа проходит цепочку, чтобы добраться до важных элементов на диске. При полном анализе программа может анализировать информацию, даже если удалены некоторые из этих звеньев в контейнер Superblock, Object Map, Volumes. Если на вашем диске удалены секторы, где лежала информация об одном из этих блоков, но остались сектора, в котором лежит информация о самих файлах, программа может исключить из цепочки один из блоков и добраться до нужной нам информации в корневом блоке. Файловая система APFS построена таким образом, что наша программа позволяет исключать из цепочки почти все эти блоки и достать нужную информацию для восстановления. К примеру, при полном анализе, если программа не находит первый блок, то она просто не отобразит такую информацию, как название диска, размер пустого места и так далее. Но в результате утилита сможет построить файловую систему и без этой информации, и найдет нужные данные. Это выгодно отличает нашу программу от конкурентов, потому как большинству утилит конкурентов нужна структура. И исключив один из элементов этой цепочки, контейнер Superblock Object Map Volumes. Они не находят информацию или вообще не определяют диск. Чтобы не быть голословными, давайте приступим к тестированию. У нас есть система с macOS Catalina. Здесь мы создали структуру из нескольких контейнеров, в каждом из которых находятся дома. Для сравнительного анализа мы отобрали несколько самых популярных весь программ для восстановления данных. В тесте должны были участвовать программы Hetman Partition Recovery, RStudio, Easeus, DiskDrill и Recuva. Изучив их более детально, мы и пришли к выводу, что DiskDrill и Recuva не поддерживают вайловую систему APFS. Это очень нас удивило, так как программы входят в топ популярности, а DiskDrill является стандартным восстановлением на Mac. Ну что ж, в итоге в тестах будут участвовать три утилиты. Hetman Partition Recovery, RStudio и Easeus Data Recovery Wizard. Итак, копируем на диск данные, к примеру какие-нибудь фото, видео, документы. Затем удаляем часть данных и завершаем работу системы. Тест будем проводить на компьютере с операционной системой Windows. Подключаем наш диск с APFS и запускаем первую утилиту Hetman Partition Recovery. Как видите, программа определила наш диск с файловой системой APFS. Открываем его. Выбираем полный анализ. Далее. Ждем окончания сканирования. Смотрим результаты. Найдена дисков 1, папок 27, файлов 130. Готово. Вот на что оставшиеся файлы и удаленные, которые помечены красным крестиком. Итог, программа без труда нашла все удаленные файлы. В предварительном просмотре вы сможете увидеть их содержимое. Остается лишь сохранить их. Запускаем вторую утилиту RStudio. Программа также видит наше устройство с нашим тестовым диском. Определила файловую систему. Здесь есть файлы, но нет удаленных. Наверное, сперва нужно его просканировать. Сканируем. Ждем окончания процесса. Тут мы видим уже другой результат. В контейнере находится несколько дисков. Открываем содержимое. Вот они наши файлы. Как видим RStudio тоже удалось найти все удаленные данные. Удаленные файлы тоже помечены красным крестиком и также доступен их предпросмотр. Ну что ж, запускаем третью утилиту Diasius. Здесь немного сложнее с определением нужного нам диска. Если у вас их несколько, придется поискать. Если нажать расположение не найдено, откроется менеджер дисков. Файловая система, к сожалению, нигде не указана. Попробуем определить по содержимому. Открываем по порядку. Вот он наш диск, который мы тестировали. Определить его можно по объему. Информация о файловой системе нигде нет. Сканируем диск. Программа не отображает структуры диска, как было в двух предыдущих. Файлы раскиданы по папкам в соответствии с их типом. Нет никакой пометки, что эти данные удалены или это те, что остались на диске. И непонятно, она нашла только удаленные или отображает все файлы. Определить можно лишь по количеству документов, фото или видео, которые отображаются в каждой из папок. Нам известно количество файлов, поэтому можно сказать, что программа справилась с задачей. Хотя не смогла восстановить дерево каталога. Можно уверенно сказать, что все программы справились с поставленной задачей. Некоторые вызвали неудобства в использовании. Теперь немного усложним ситуацию. Сымитируем повреждение суперблока контейнера нашего диска. Ранее мы уже разобрали, что такое суперблок контейнера и что он находится в первых двух секторах дисках. Отредактируем его HEX редактором, затерев первые сектора, так как суперблок контейнера занимает первых два сектора. Затем просканируем и просмотрим результаты. Еще одно немаловажное замечание. В Easeos нет возможности сохранить образ диска и монтировать его в программу, что не очень безопасно при утере данных. С каждым сканированием есть риск утери важных данных, поэтому сканирование лучше проводить с образа, что увеличит шанс восстановления информации без повреждения. Итак, загрузочный сектор суперблок контейнера мы затерли. Запускаем тест. Запускаем первую утилиту. Partition в виде диск определяет его размер, но не распознает файловую систему, так как мы затерли суперблок контейнера. Открываем диск. Полный анализ. Отмечаем файловую систему APFS. Ждем завершения процесса сканирования. Найдено дисков 1, папок 27, файлов 130. Вот наш контейнер с файловой системой PFS. Название диска изменилось. Вот все наши файлы, которые оставались на диске и которые были удалены. Структура диска сохранена, все папки на своем месте. Итог. Программе удалось найти все данные и их можно посмотреть перед восстановлением. Теперь протестируем RStudio. Программа видит наш контейнер. Предварительный просмотр уже недоступен. Сканируем устройство. В результате программа нашла наш диск. Определила файловую систему APFS. И все файлы доступны к просмотру. Итог. Утилита от RStudio успешно прошла и этот тест. Запускаем следующую утилиту. Диазиус. Сканируем наш тестовый диск. Итак, посмотрим, что ей удалось найти. Пробежавшись по папкам, можно сказать, что она нашла все файлы. Вот документы. Видео. Фото. Итак, пока что все три утилиты прошли тест. Им без проблем удалось найти все утерянные файлы. В следующем тесте, вдобавок к суперблоку контейнера, мы удалим еще волюмы, тома и информацию о внутренних дисках APFS. Запускаем партишн. Полные сканирования. APFS. Запускаем партишн. Полные сканирования. APFS. Те же результаты. Один диск. 27 папок. 130 файлов. Вот наш контейнер. Диск. Доступны все файлы, что и в предыдущем тесте. Структура диска сохранилась. Тест пройден успешно. Далее RStudio. Сканируем наш контейнер. Тот же результат. Все файлы доступны. Программа прошла тест успешно. Следующие на очереди Asius. Сканируем диск. Результат. Все файлы на месте. Неудобно. Программа не показывает структуру диска. Нужно время, чтобы определить, что все файлы найдены. Все программы показали хороший результат. Все файлы доступны для восстановления. Еще один тест. Теперь вдобавок ко всему еще затрем карту контейнера и томов. Имитируем случай повреждения суперблока, волюмов, карты контейнера и карты волюмов. Итак, карту мы затерли. Приступаем к тесту. Сканируем диск Partition Recovery. Результаты те же. Открываем контейнер. Диск. Все утерянные файлы доступны. Отображаются в превью. Баргрома справилась своей задачей. Тест успешно пройден. Теперь очередь RStudio. Сканируем контейнер. А вот это уже интересно. RStudio не нашла наш тестовый диск. Получается, при удалении карты объектов контейнера и карты томов, алгоритм программы не позволяет найти никакой информации о диске. И, соответственно, данных на нем. Выбранный диск не содержит ни одной из поддерживаемых файловых систем. Или его файловая система повреждена. Выберите команду «Сканировать» из меню «Диск», чтобы найти все разделы, которые были удалены на данном месте жесткого диска. Возможно, глубокий анализ даст результат. Но так как это занимает больше времени, и при таком анализе не восстанавливается структура папок, именно файлов и так далее, мы не будем его делать. Если вам все-таки будет интересно увидеть тест глубокого анализа, напишите об этом в комментариях под видео. Итак, по результатам тестирования у нас есть первая программа, провалившая тест. Идем далее. Посмотрим на результаты Easeus. Программа введет наш тестовый диск. Сканируем его. И вот результаты. 18 файлов. Все-таки Easeus удалось найти утерянные данные. Результат такой же, как и в предыдущем тесте. Скорее всего, программа использует глубокий анализ в своем алгоритме при сканировании диска, так как по умолчанию файлы раскиданы в папках по их типам. Такой анализ при больших объемах информации занимает довольно продолжительное время. Теряется структура папок и имена файлов, что усложняет поиск нужной информации. Но все же программа справилась с задачей. Можно приступать к завершающему тесту. Я уже упоминал, что файловая система APFS построена на основе B дерева, где есть ветви, которые ссылаются на следующий узел дерева и так до самих листьев. В этом тесте мы сымитируем ситуацию, когда какой-то один из узлов или все узлы удалены. Сейчас удалим всю структуру дерева, оставив только нужные нам кластеры. Запускаем программу. Открываем диск. Полный анализ. Отмечаем APFS. Уже знакомый нам результат. Один диск, 27 папок, 130 файлов. Открываем контейнер, диск. Как видим, все файлы на месте. Доступны к просмотру. Остается лишь их восстановить. RStudio в этом тесте не участвует, так как она не прошла предыдущий. И соответственно в этом тесте будет тот же отрицательный результат. Запускаем Easeus. Программа введет наш тестовый диск. Сканируем его. Результат вы видите на экране. Программа нашла 18 файлов. Пройдемся по папкам и посмотрим, как обстоят дела. Вот документы. Видео. Фото. Как и в прошлых тестах нет структуры. Утеряны названия файлов. Неудобно искать утерянную информацию. При большом количестве файлов придется потратить немало времени, чтобы их всех перелопатить и найти нужные. Но все же утерянные данные программа нашла. Итак, что можно сказать в заключении. У нас есть две программы, которые прошли все тесты. И одна, которая сдалась на финишной прямой. Какая из них лучше решать вам. Я лишь добавлю следующее. Алгоритм нашей программы позволяет сохранить структуру папок и названия файлов, что упрощает поиск нужных данных и экономит ваше время. Также наша программа может создавать образ диска для последующего восстановления, что является стандартом для работы со сбойным носителем. Easeus такой возможности не предоставляет. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.